Всем привет! Сегодня видео не будет связано никак с красотой, с бьюти-индустрией. Сегодня я просто расскажу, как я себя чувствую, что я испытываю на 29-й неделе беременности. Во всю испытываю толкание, шевеление, игры карапузика. Отеков не имею вообще никаких. Спать единственное, что неудобно начинать ныть спина, потому что постоянно в положении на спине. Ну, максимум повороты на бок, но все равно дикое желание лечь на живот. Но нельзя. Животик небольшой по сравнению с теми, как я видела, картинки, представленные в сети интернет, что практически к... уже даже не практически, а уже это седьмой, получается, уже восьмой, начало восьмого месяца. Там уже такие все пузяки здоровые, такие... у меня такого нету, у меня небольшой животик. Поэтому... Но все развивается стабильно, ребеночек полностью здоровый, никаких отклонений, все у нас в норме, все хорошо. Что касается питания... Ем, как обычно, селедку с молоком нет желания, и сало с огурцом, мороженого, там, я не знаю, с какой-то скилькой, таких у меня пристрастий нету. Каких-то направлений в еде, там, чисто соленой или чисто сладкой тоже нету. Все в меру, все в норме, поэтому... Сказать, кто... Не хочу, мне как бы без разницы, кто родится, мальчик или девочка, главное, чтобы здоровенький. В целом, ощущения какие? Ощущения абсолютно что-то нового, постоянные вот эти вот толчки, движения, вот эта вот перестройка, смещение внутренних органов достаточно сильно сказывается, потому что бывают и стягивающие движения, и также бывают очень сильные давления на низ живота. Ходить не тяжело, по крайней мере, но это, понимаю, еще все-таки вес не такой уж большой. Либо просто я сама по себе достаточно много в движении и в ходьбе, поэтому мне так легко, как говорится, на ногах переношу эту беременность. Отеков, повторюсь, вообще нету никаких, ни на руках, ни на ногах. То есть полностью себя прекрасно чувствую, иногда складывается впечатление, что повысился иммунитет. Видимо, это как раз в связи с тем, что у меня сейчас как бы два иммунитета и свой малыша. Поэтому заметила очень сильное иммунное, витаминное поддержание своего организма. В плане питания, опять же говорю, каких-то фееричных, таких специальных таблеток, иммуноподдержащих или витаминных комплексов особо не принимаю. Принимаю обычный магний, ну это для стандартных условий, которые назначают всем беременным, поэтому максимум, что пьют магний. Из витаминов использую натуральные, то есть в основном это морковь, яблоко, бананы, какие-то сезонные, может быть, вот были и сезон ягод, да, то есть замороженные ягоды с сахаром, либо в каких-то пирогах, то есть там, я не знаю, в чае с творогом, опять же те же самые ягоды с сахаром. Что касается кисломолочки, к творогу очень равнодушно, в принципе, как и было всегда, не знаю, хотя говорят, что боль надо обязательно есть творог, это кальций, это, ну, не знаю, у меня нет желания, а через силу топтать себя я тоже не хочу. Кефир, молоко, как и было стабильно, ну, больше степени, наверное, стало сейчас больше кефир пить, раньше больше любила молоко, сейчас больше начала пить кефир. Очень сильно хочется рыбы, только не такой вот, там, копченой или селедки, или кильки, а обычной жареной рыбы. Поэтому, таких каких-то пристрастий я особо не имею. В мясо, мясо в меру, даже, скорее, особо не, нет желания к мясу. Ну, обычно в борще, в супе, там, пожарить что-то с мясушком, ну, такое стандартное питание, фееричного такого поедания мяса нету. Экзотических таких же, опять же, фруктов, овощей как-то не особо, поэтому, в принципе, вот, наверное, всё состояние на текущую 29-ю неделю. Что будет дальше, посмотрим, может быть, ну, может быть, в дальнейшем и начну есть сало с молоком, но пока нет. Девушки, кто беременны, кто был беременны, расскажите, как у вас происходило, всё так или не так, в чём я, может быть, не права. Ну, если кому-то что-то не нравится, я говорю за себя, как я себя чувствую, что я испытываю, что вообще проходит, как проходит моя беременность. Поэтому пишите, будет интересно пообщаться с будущими мамами, уже с молодыми мамами, что можете посоветовать, да, к периоду родов. Тут уже осталось сколько-то, тут меньше, даже не меньше, а полтора месяца, да, практически, когда уже начинается период, предродовой период, с 36-й по 40-ю неделю, когда может действительно малыш уже сказать, что всё, мама, я хочу увидеть этот белый свет. Поэтому расскажите, к чему готовиться, чего ждать, будет очень интересно. Ну, есть примеры старших родственников, подруг, друзей, но всё же, мы все индивидуальны, вот, просто узнать ваше мнение. Может, действительно, что-то мне поможет, подскажет, подскажете вы, как себя лучше повести в той или иной ситуации. По поводу, опять же, повторюсь, как раньше в видео, старшилок никаких не слушаю, рожать мне ставят срок на январские праздники, вот, поэтому негативные истории мы отправляем далеко. Остаёмся только на позитиве, всем хорошего настроения, всем прекрасного дня, всем прекрасной осени, она у нас пока ещё тёплая, слава богу. Будущим мамам, всем хороших, хороших лёгких родов, молодым мамам, самое главное, терпение и спокойствие. В принципе, вот и всё, всё, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok